здравствуйте я хотел бы сегодня поговорить на очень интересную тему которую к сожалению мало говорят вернее даже неправильно сказать мало говорят может быть говорят-то много только вот скажем так не те люди и неправильном контексте вот есть везде об этом болтают но болтают жуткие глупости а вот те кто должны что-то сказать скажем так есть во первых окей давайте все по порядку просто тут сразу тяжело объяснить причины почему об этом столько то говорится неизвестного но давайте разбирать и так что я хотел сказать смотрите сейчас мы находимся очень серьезным исторический момент на я уже много раз говорил о том я рассказывал я эту историю или нету когда я приехал в израиль то я попал ну не сразу да какое-то время попал в ручьи ворсамеях достаточно быстро течение полугода там был шутами неважно стоит история еврей то я тогда плохо знал но все-таки решил пойти на урок равмощи шапира и пойдя на этот урок нам очень интересный урок это был восемьдесят девятый год и как раз вот союз начал разваливаться да вот бедюк начали горбачёв перестройка все такое вот это ромаш шапира сказал следующую вещь он сказал что когда появился до после восемнадцатом девятнадцатом году до рома несения шиба сровар он котлер или расставит метра стайплер тогда они же скорее всего ровар он котлер потому что рома шипа еще до двадцатого года еще в россии находился вот ровар он котлер который основал и шиву лейку вот он говорил следующее как только доска что это на на 70 лет советский союз прочитают ровно 70 лет плюс минус да и брел посылки из мишлы до что восходит звезда и падает звезда это там приводит рожишь речит про 70 лет что и тогда он сказал потрясающую вещь то что скоро мой шапир очень важно он скажет что вот советский союз сейчас развалится уже развалился и сейчас полностью развалится так оно произошло через год-два от союза ничего не осталось до было это в начале в общем сегодня даже украина с россией воюет понятно дальше не буду раз перескалить историю все ее знают вот и он тогда сказал вот это самое важное да он сказал что что то же самое должно произойти здесь в израиле когда здесь исполнится 70 лет этой стране и вот то что сейчас и произошло до походу и отр интересно что это происходит не только с израильным со всем миром разваловаться за советский союз мог себе тихо развалиться там все в россии и не повлияет на всех остальных плюс-минус не повлиять тоже повлиял на не так но развал израиля дает конечно будет непростая страна вы должны понимать да центр мира и когда центр мира как бы не крутили до написано рожь салим это центр мира духовный центр в общем то все это плюс-минус понимают укажем большинство понимает все значит центр трех религий и так далее и так далее после непонятно сколько это духовный центр когда происходит так сказать такие изменения в израиле то не происходит во всем мире неважно как откуда оно началось может началось китая и перебросилась в израиль факт что сейчас мир переживает перестройку вот эта самая перестройка которая произошла в союзе сейчас она в мировом масштабе но и мы должны к этому быть готовы понимать что происходит да и как говорится предупрежден так сказать спасен да человек который понимает что происходит он принимает меры задумывается делает правильное решение правильный выбор люди которые пережили перестройку люди которые знают что перестройка им легче понять что сейчас происходит мир и что сейчас им необходимо делать собой с семьей с детьми и так далее так далее в принципе с миром происходит перестройка это очевидно и в чем я хотел поговорить я пока я поговорить об одной вещи которую сегодня сажали как я сказал самом начале не говорят то есть те кто должны говорить не говорят по разным причинам галактическим причинам частично частично просто считают что об этом не стоит говорить есть столь суть почему факт так сказать что эта вещь а вот те кто не нужен чтобы говорили тех кто говорят всякие глупости тех бля-бля-бля очень много на эту тему смотрите чтобы понять теперь о чем это идет и сейчас я скажу о чем да чтобы было понятно я имею ввиду интимные отношения между мужем и женой но чтобы понимать интимные отношения чтобы понять так сказать сексуальное отношение нужно вообще по не заглянуть немножко в историю исторически до во всех мировых культура кроме еврейской культуры был очень скажем так не то чтобы отрицательно униженное положение к женщинам вообще к ее так сказать теперь в этом есть как бы он лишь наказание таскать написано что вы им шаль бах да то есть так получилось что после грехопадения которое произошло до хава была виновата в том что пришла смерть на эту землю и она да сказать как прародительница всего женского рода на земле на она как бы все женщины теперь как бы несут бремя того греха который произошел поэтому так сказать до женщина находится в таком а теперь вопрос что это за положение многие люди этого не понимают особенно в еврейском нас к то что боем не понимает это таскать их проблема да плохо конечно но тоже им конечно надо объяснить на то что евреи не понимают а всем плохо да и самое страшное сами женщины этого не понимают вот нужно понять следующее да что то что написано в шелхонорухе на то что писать шелхонорухе то что приводит седу сидур да в сидуре это написано браха который говорит женщине шеасали кирцу но сделал меня по своему желанию это не благословение типа ну слава богу ше хоть кем-то создал да там идет шелхонорухе не создал так сказать меня гоем ше не создал меня рабом и мужчины говорят ше не создал меня женщиной а женщина говорят ну слава богу ше хоть кем-то создал да типа шелхон кирцу но это глупости это неправильное понимание надо посмотреть что об этом пишет и что об этом пишет маген авраам на месте он это не пишет прямую но по крайней мере я это слышал от двух кошерных людей и это слышал от рав якобзона и это слышал от равшимшина пинхуса за цель есть два кошерных еврея один уже правда захоронали враха но якобсон еще живой кроме ряд них это слышал до одного слышал на кассете другого то сказать я даже воочию слышал вот и вопрос то сказать вопрос что от них слышал я от них слышал следующее что браха которую она говорит это браха на том что она делает рациона шем что именно что она приводит в резку души в этот мир то есть ее браха намного выше как обезьяров пинкус объясню что скалоров якобзона по крайней мишу скалоров пинкус пинку сказал что в принципе мужчина должен быть сказать браху шлёса не шлёса не иша а муж и а женщина вас качали вас они гевр да почему до этого о чем шла речь это предыдущие две брахи сделал меня гоем да вот еще нужно поднять одну вещь из такого понятия эры в раф эры в раф тоже равно это рафшим шара в мой шапира за царь да это объясню эры в раф это не генетическая как бы ветвь в еврейском народе это не какие-то потомки кого-то там не потомки эры в раф это не в исторический эры в раф это были те египтяне которые сделали гьюры вышли вместе с евреями во время исходы которые привели к тому что сделали золотого тельца и так далее все эти грехи а в сифре хазаль впоследствии когда упоминает гемора и мудрецы и все таки талмуду мудрецы и мидраши упоминает эры в раф речь идет не про людей не про тех потомков да вот этих генетических да и какую там колено как какая-то ветвь генетическая да это не про это идет речь речь идет про людей которые не хотят быть и время не хотят на себя принимать оль митсвот и это поэтому мы говорим что леса не больше не сделал меня гоем смысл что я не должен проходить гьюр чтобы стать евреем а в никто не говорит сейчас они и уйди еврей должен сам себя сделать и тот кто сам себя не делает евреем он становится эры в раф если будет человек который не соблюдает тору он эры в раф по определению хазали так в общем то это сказал армой шапир есть понятие тинок шинишба до качки в роно который воспитывался среди гоев среди еда или евреев которые не знают о торе это другой вопрос на на другой вопрос я говорю про тех людей которые более-менее сознательно отрицают митсвот значит кое митсвот их отрицает скажем грубо говоря люди которые воспитались еврейском религиозном доме ушли если не до знают что такое евреи суба сабада плюс-минус тора митвозда плюс-минус получили еврейское воспитание отошли таких к сожалению сейчас тоже немало царей нора очень много детей которые после бытиякова после иши все бы бросали ушли таких к сожалению мало даже среди русскоязычных семей к сожалению хватает вот так вот это эра в раф по определению нервной шапира это эра в раф теперь то что мы говорим шлю осани гой на что меня не сделал гоем но я еще должен стать евреем шлю осани и вы тоже самое я не эвет я могу соблюдать всю туру митсвот я могу жениться на бат и строя так сказать нет никаких ограничений на теперь следующее говорится шлю осани сша что у меня есть свои обязанности как у мужчины и женщина должна была бы враг шлю осани гевер потому что у нее есть там свои плюсы она может детей рожать и так далее и так далее и почему же она говорит что осани коротсу но это же говорит рамоши раф уже раф пинку за царь что она может делать рацион ашем рацион ашем какой рацион ашем привести в риску души в этот мир вот этот рацион ашем он по себе очень потрясающий люди этого это сказать не понимают к сожалению женщины тоже это самое худшее на то что мужчин не понимает это еще пол беды а то что женщина не понимает это конечно проблема вот и она приводит делать рацион то есть это и теперь что сказала раф якобзан раф якобзан колоссальная кассета на этот счет советую послушать она где-то в интернете есть его лекции на иврите разумеется кто понимает вообще принципе очень советую прослушать лекции рафихея якобзана вот у него есть последняя сидра связано с интернетом как этим делом пользоваться и предыдущие его в частности вот среди предыдущих лекций очень важная лекция про именно вот положение еврейской женщины это была лекция который несколько раз говорил в разных баты и оковах очень важная лекция мне кажется и женщинам и мужчинам очень важно послушать на иврите вот так кратце что он там говорит он нам говорит кратце что есть как бы мы севышний севышний ценит оценивает людей не чего он достиг а сколько усилий потратил клуб приложил усилий почему чевышний оценивает конечный результат то что конечный результат не в руках человека почему то что люди начинают с разных точек отсчета один начинает 200 линии же плинтуса а другой 200 линии выше плинтуса понимаете да грубо говоря да то есть разные совершенно точки отсчета мужчин начинает 200 линии же понимаете он его точка отсчета очень низко ему нужно бороть и на огромное количество внутри и цара поэтому это кстати закодировано в самой в самом слове ишь а лавшин это эш эш а ют посредине шем ашем посредине то есть ему нужно вот этот эш так сказать так как-то внутренне этот огонь так сказать уравновешивать шем ашем да ют это шем ашем да одно из букв буквы буквы из имени всевышний юткей понятно у женщины этого все не надо иша тот же эш а вальгей басо в конце гей да буква гей конце буква гей то есть ей направляться ко всему и проще она начинает намного более высокой мадряги у нее нет вот этой борьбы внутренней да и просто нужно себя направить это я слышал травмезгера зацали за уроку кстати по шлумбайту так что говорил ров якобзон так ров якобзон говорил такую вещь что женщина начинает намного выше со ступени выше и поэтому для нее ей не нужны мит свод поэтому ее мит свод лезмангрома не время не ограниченное временем много сложнее работать на работе которая не ограничена по времени любой человек это знать когда у тебя есть вот сик до сик вот семи до до двух или до трех отсидел на работе отработал все это свободный человек ты можешь построить расписание у тебя есть какая-то жизнь да а когда тебе не играет в в любое время суток тебя могут позвонить поднять погнать на работу очень тяжело так работаете расписание тебя разбит день ничего не можешь планировать только женщины ее вода ташем она не ограничена временем смысле ее работать со творцом она в любой секунду да у мужчины четкий так сказать план вот у него есть мин хамарев там лимут тура все четкое расписание ему легче в какой-то плане что-то что ему сложнее в принципе разобраться своими так сказать и цари поэтому то сказать разные требования и разные так сказать эти возможности поэтому женщина в состоянии выносить ребенка женщина в состоянии заниматься воспитанием мужчины все это очень сложное тяжело поэтому нам варекш она 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 рацион на шем она вы она вынашивает ребенка рожает еврейскую душу рожает ребенка который еврей да и сразу становится ему и занимается воспитанием быть мужчина тоже занимается воспитанием понятно оба да но все-таки мы понимаем что сказать женщина одна может воспитать руку худо-бедно но может проблемами на может мужчина когда воспитывает ребенка это конечно очень тяжело намного сложнее очевидно что мужчина просто не приспособлен для воспитания может помогать жене дайте вместе с ней да когда она ему говорит конкретно более-менее что потому что решающее слово воспитание детей за женой да то что на то что говорят то что сказал написано в геморе написано они краешти либо идти да не зал жену это не жену же не женщиной а с домом дом все что связано с домом это же приводит геморро тракта от баба митсия все же здесь спор между мужем и женой как правильно так вещи связанные с домом жена имеет решающий голос да то есть она таскать говорит что детям а она манда амара на тот кто говорит да сказать что нужно делать тут и все же связано с домом а мы неважно уборка там воспитание детей все что связано дом бизнес это уже зависит от чего кто 50-50 это 50 на 50 зависимости от того какие способности бывает что женщина более способного от мужчина более способен вы от разные мужчины и женщины там такой шетах такой где так сказать могут проявиться по-разному но все что связано милый дешмая с творцом духовная работа это конечно мужчина да от филали мутура и так далее так говорит думал бы гиборба митсия что мы зато видим что все же связано с домом да это вот это вот диман ван грамм а теперь я говорю про интимную жизнь почему-то потому что принципе дает кстати очень важная вещь это даже сегодня уже психологи говорят но евреи это знали раньше что невозможно построить интимную жизнь без шло просто нереально да должна быть ты хочешь построить шлом байт если мы говорим про интимные отношения то они строятся на шлом байте веру женщины это очевидно тогда женщина очевидно так написано в многих местах написано и гемора это приводит и рам бан и грота кодыш и гемора во многих местах суть такова да сейчас не буду цитировать места если кому надо я пришлю мара ему кума там есть достаточно большой список гемора броход бегора эрхин гемора шабат если не ошибаюсь псоким рамбам рамбам рамбан и еще три-четыре книги сифра и мусара просто не помню если кому надо евре пришли мара ему кумат на иврите кому надо сядьте посмотрите а вот так ли здесь просто говорю так ли за так ли за кому вот так ли всего то что там написано в смысл таков что у женщины любовь идет до интимного возбуждения и женщина грубо говоря никогда не получит удовольствие то что называют сегодня оргазмом или сексуальным удовольствием если она не любит этого мужчина это вот по простому и в общем в общем то но так она есть на все сто процентов то есть кстати объясняется почему ли женщины которые занимаются развратом да они никогда не получают этого удовольствия и когда и в общем не все проблемы и психологические психические зачастую за это на этой почве почему потому что они они донят уже что-то невозможно да женщина должна любить и . уважать любить этого мужчину до смерти и мужа этой женщины важно болото и важно важно выйти замуж до любую женщину спросишь как здесь куча женщин да даже не религиозно даже гольских до женщин которые принципе не согласны заниматься интимные отношениями до свадьбы не потому что они такие большие праведницы может и праведницы ну слава в нашем вере это уже большая праведность но они это не идет из как бы веры всевышнего или построена на на дат это как бы идет из просто такое чувство чисто женского чувства что ну я его должна любить до его должны любить а чтобы любить я должен стать моим мужем он стоит даже как-то ну живет это отношение до нормальное да то есть официальные отношения что вот он мой муж он подписал забыть мужа и женщина это чувствует еще как бы ответственность за детей понятно да если она родит ребенка у нее нет мужа она чувствует как бы ну что она поступила плохо да она оставила кого ехать и будущих детей или детей без отца дает не то очень были ваша женщина это чувствует ну нормальная женщина 5 сегодня есть куча людей которых тараканов голове и так далее но игру про нормальную женщину как бы для нее это необходимо поэтому для нее любовь до любого отношения замужества идет на первом плане да поэтому спросишь у любой женщины там предложили шикарную работу да там миллионы да и скажешь но при этом тебе будет запрещено выйти замуж я не уверен что найдется много женщин которые на целостность возможно найдется но скажем 90 процентов откажутся даже 99 процентов я бы сказал бы откажутся женщины замужества до семейная же даже не замужества нормальная семейная жизнь и она может иметь любящего мужа родить ребенка не любит иметь детей это стоит на первом плане как правило опять есть люди с тараканами в голове да я еще раз повторяю но нужно понимать это тоже не мои слова кстати ты ослышал и от своего учителя в бурых моза сошли то и от кровострой кланера за царь то есть как бы есть как бы есть это не тоже нет и не не я придумал да я как бы тоже получил своих учителей вот почему это так потому что опять потому что для нее любовь да это важно и поэтому когда мы про интимные отношения дата первую очередь должен быть построен шломбайт то что без этого никакие интимные отношения возможно даже был построен шломбайт нужно уважать жену и нужно стараться думать о ней да и вот это вопрос интересно практически ни в одной культуре кроме еврейской не был вообще принят во внимание очень многие там кричат о камасутре а все камасутра что вам было интересно это как проститутки храмовые проститутки ублажают мужчин которые пришли в храм то же самое гейши в японии то же самое практически камасутра и гейши это дно тоже ни одна гейша ни одна храмовая проститутка не получала никакого удовольствия она этих клиентов в упор не видела разница между ней и между гейши и проституткой там небольшая практически ну там только количество мужчин которых она обслуживает и как обслуживает да не столь суть и та и другая в конечном счете не не заботилась о своей так сказать они вообще ее так сказать желание и отчаяние ее так сказать возбуждению оргазм вообще не принимался во внимание поэтому просто любой человек который немножко понимает все эти культуры из восточной тем более западная культурам понимает что там женщина вообще относились как ну что-то такое второстепенное да которая ну вот такая вот машина которую должна рожать детей убирать дом то сказать и ублажать мужчину это был подход как и западной так и восточных культур единственное где понимали настоящую так сказать ценность женщины только евреев это видно из талмуда это видно из наших азаль как они это говорят проблема что сегодня много глупостей пришло из западной восточной культуры еврейские головы поэтому начинают говорить всякие глупости частности мне недавно кто-то уговорил что вот в талмуде не говорится про то что женщина должна получать хазаль бред сивой кобылы женщина знаешь женщина должна получить оргазм да тот кто утверждает что в талмуде про это ничего нет он просто либо он не понимает что там написано на либо он никогда не изучал талмуд потому что он говорится в нескольких местах я могу сейчас перечислить минимум пять-семь мэра ему кому опять всем таскать источников где в талмуде говорит черным по белому при этом говорится что кто-то дает свою жену амара отсюда как будто бы связала положил перед перед львом потому что так же как лев ест и не убивает и не ждет пока таскать жертва умрет таки амара отсюда сказать это делает свое дело и но лем и фаяс мишла и говорит мишла еще туда талмуды еще еще царь соломон говорит это сбрагла им хойте да палка между ногами таскать которая при но и приводит приводит греху говорит это речь идет про мужчину который входит внутрь и не и не и не доводит ее до того до оргазма да еще так далее сейчас я просто вот это кстати это вам это верхин приводится еще брохес то как делал то как когда раф папа когда раф гравка на рассказывать как раф к нам за не знал как это все происходить как тоже тут у дурмайса происходить этим на отношении так он залез под кровать кровью смотрел слышал как он значит это все делает написано шоуц хоксах сахах сахах высоко он говорил на сказать со своей женой на занимался возбуждала говорила там понятно целовал тоже а потом осад сраха в начале в начале все это при том чтобы поймите тут еще нужно понять одну вещь тут еще нужно поднять как бы тут многие вещи которые сегодня понятны были для мудрецов талмуд даже даже для мишна брура то есть мишна брура когда жил до хофиц хайм автор мишна брура это хофиц хайм когда он жил там в семнадцатом году сто лет назад да уже в его поколении это все было понятно да в нашем поколении почему-то эти вещи уже стали непонятны как бы почему тоже понятно за второй мировой войны из-за того что дети были сироты небо порва прорвалась массор от передачи поколение между родителями детьми и так далее да вот еще есть замечательная книга беньян 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 абая травмы шахатовича вот на иврите разумеется да стоит ее почитать кто знает иврит если надо я могу прислать электронном виде она у меня есть перефотографированы вот так он там как раз этого начинает буквально с первого же глава он объясняет причину почему так сказать произошло в наше время такое непонимание этих вещей так нужно понимать что все эти вещи до интимное отношение не строится эта вещь которая строится да и это как бы идет связано с аргелем с привычкой да то есть ну грубо говоря наш мозг наше восприятие наши чувства да они идут с неким привычками поэтому задача первого года когда мужчина и женщина живут вместе да начинают жить вместе а муж жена первый год на самом деле до 5 лет занимает 10 лет может занять да когда они строят отношения строят искать вот эти близкие отношения то постепенно не друг другу притираются они понимают как друг друга так сказать это понятно где че там это то что говорит хазуныш позже уже в наше время вы рисуем письме что шанариша надо сказать кейтсат мисамы да так что первый год мужчина и женщина должны мужчин должен из самых этой ша а за он спрашивает кейтсат мисам хан да хован говорит обязанность мужчины радовать свою жену вред хова хоба вред хоба обязан как а скейтсат мисамка как он ее будет радовать а зоны а лав лишь тады ларот а вабы рибу рицы бери бусиха рицы в рицы он должен показывать ей это сказать любовь через разговор рибу сиха в рицы рицы это уже поцелуи объятия ну понятно когда уже на не не да то есть сиха разговор сиха разговор это постоянно даже когда женщина не да но но если мы говорим рицы это уже когда она то есть мы видим вот это то что то здесь то что дело равда сон рабы сиха то сказать да перед тем как он уже все начинается разговора до известная вещь женщина любит ушами мужчина глазами женщина ушами это известная поговорка на правильно справедливо действительно женщина очень важно разговор очень важно пока почувствующий на любима поэтому он должен много об этом говорить говорить и рицу и понятное дело рицу и тоже дата сказал причем ошибка современных так сказать сексологов они сразу начинают с рицу и сразу начиная с технических где эта кнопка нажать куда чтобы женщина завелась . g до то сказать ищет эту точку g куда вот нажать кнопку сразу моторчик заведется не выйдет дорогие господа женщина не моторчик да на одной кнопки не заводится ей нужно рицу ей нужно ей нужно стих alrededor не нужно говорить нужно говорить показать что ты ее любишь реально показать что ты любишь тогда уже до тогда махил всюду переполнена то сказать любовью тогда уже можно говорить о этих то других вещах это то что его сейчас что то scholarships говорит ммор она во многих местах тоже говорит полумения очевидно в этом геймора бригмора брохов приводит Торниголием, да, что мы видим, как, что мы, так сказать, Дере Херес учим из Торнигулим, что Торниголи, это петух, он в начале мифаес, вот слово пиус, кстати, слово пиус, очень много упоминается в Талмуде, и это речь идет именно о баргазме, а лефаес слышали, когда ты обидел, так сказать, да, ее, то как ее лефаес, как-то сказать, ее вывести из этой обиды, тоже об этом говорю, сейчас могу дать, это нужно давать целую серию уроков на эту тему, если хотите, напишите мне в чате, может быть, подумаем время, я без ратышем, так сказать, организуем целую серию уроков на эту тему, я готов, да, ну и просто на одной ноге это очень тяжело, очень, так сказать, просто, поэтому невозможно, в принципе, в принципе, поэтому хочу сказать в общем, да, в общем, так сказать, мужчина должен потихоньку, лефаес, да, и это то, что написано в Талмуде неоднократно. Вот, и пирус это идет через сих и рицу, да, и это то, что необходимо, да, но предыдущий этап должен быть построен шломбает, должен быть постоянно авабать, и вот этого, к сожалению, нет, и это отражается на детях, и на воспитании детей, и более того, геморговорит на это и шамида, да, что дети, которые рождаются от плохих отношений, когда он ее не любит, когда они поругались, когда они друга ненавидят, когда он хочет ее развести, когда он думает о другой женщине, то же самое и она, да, или она любит, она не любит, она поругалась с мужем, она думает о другом мужчине и так далее, да, то все это приводит к тому, что дети рожают с плохими качествами, и потом мы видим, что дети не слушаются, родители и так далее, в общем, всякие проблемы. И почему я так говорю? Сейчас, когда Жборуху поставил вопрос ребром, сейчас меняется мир, да, как я всего начал, тем я собираюсь сейчас закончить. Сейчас мир, происходит изменение, и поэтому именно сейчас, мне кажется, важно, да, обратить на это внимание, как-то пытаться, так сказать, строить семь, потому что семья, это ты в одно, то есть вокруг идет потоп, вокруг, так сказать, особенно сейчас, реально, когда Жборуху запирает семьи в бедуде, да, и запирает, так сказать, людей внутри, так сказать, дома. Для чего? Для того, чтобы они построили друг другом отношения. Для этого суть, как бы, для чего Всевышний сделал так, что люди сидят в беду, люди сидят в изоляции. Изоляции изолируют, не дают людям передвигаться, оставляют все эти люди на одном месте. А зачем им такую Жборуху надо? Для чего? Для того, чтобы люди построили отношения друг с другом, чтобы люди построили нормальные, честные семейные отношения. Не мотались по миру, не бегали, а сидели дома и занимались детьми, занимались своей женой, женам, мужем и детьми. Вот эта суть, как бы, простая суть, в общем-то, очевидная, да, потому что на поверхности тут даже гадать не надо. И для этого, так сказать, все это происходит, для того, чтобы люди построили друг сильные семьи, крепкие. Ну, изратошем, так сказать, Жборуху и Азору.